Но если человек понял, что он зря просто раскаялся, то в этом случае бывает кризис, но может Бог сохранить семью. Бог не жестокий. Как сравнить с позиции? Я плохая? Хорошая? Ты? Микрофончик дайте, вот женщине. Можно вопрос задать? Если у мужчин появились отношения, на протяжении многих лет они появились? И я, Надея Иванович, я ушла с семьей. Я оставила, ну как тут ситуация с семьей? Что, мы сейчас разборки, что ли? Кто победит, то сто полеграмм, то с чудом. Что мы делаем? Скажите, в плане того, что если я считаю, что я ушла, это как карма моя. Я все смешно ушел и зашел. То есть вы не хотите, что Паша карма тут вот? Нет, я хочу сходить с этим и принять. Почему я не приняла? Знаете, я вам такую вещь скажу. У вас есть то, что должно быть в сердце у женщины, которая бросила мужа. Если вы об этом спрашиваете, я сейчас об этом тоже скажу. И это у вас есть, вы себе сейчас узнаете. Да? Вот если вы хотите, я плохая, то нехорошая. И ты его промысел, ну, зачем мне не бриться, а как плохой жен? Ну, и вот как это сейчас исправлять? Как исправлять? Да. Никак не исправлять. Вот Бог вам дал такие отношения. Потому что в прошлой жизни очень жестоко относились к своему мужу. Я это вижу сейчас. Были мужчины, то есть к жене жестоко. Были мужчины и вот так вот очень жестко относились к жене. Сейчас получили обратный результат. Никак к этому не относиться. Надо просто перестать думать о себе сейчас. И начать думать о Боге. Понимаете? Никак к этому не относиться. И когда вы начнете думать о Боге, ваше озеро счастья начнет наполняться, и вы успокоитесь. Вы примите ту жизнь, которая у вас есть сейчас. Бог вам дал экзамен? Когда вы начнете думать о возвышенных вещах, о Боге, то у вас сердце станет спокойным. Как случилось? Или нет? Или нет? Давайте я микрофончик назад. У вас сердце стало сейчас спокойным? Да. Вы принимаете мужа, в каком он есть или нет? Он говорит, что будет. Вы поняли, о чем я говорю сейчас с вами? Я говорю о том, что не надо думать о муже. Ни он вам не поможет, ни вы ему не поможете. Вам в жизни может помочь только чистота, святость, высшая вещь, высший вкус. Понимаете или нет? Вы думаете о возвышенном, отвлекайтесь от своей судьбы. Судьба сама налаживается. Если вы пытаетесь ее наладить, она портится. Не думайте о себе. Вы опять о себе говорите? Да. А я вам о чем говорю? О чем? Видите, как трудно переключиться? Микрофончик забирайте, да? Теперь я кое-что сам скажу. Подождите. Недорогайтесь. Вы немножко в ажиотаже находитесь. Расслабайтесь, успокойтесь. У меня, кстати, компьютер не подключен. Почему-то к сети. Там сети нет. Надо воткнуть получше в розетку, наверное. Или поменяйте штыки. Нет, все равно не включены. Видно, не включили эту сеть. У меня уже осталось 5%. Сейчас погаснет. Итак, смотрите. Идея в чем заключается? В том, что это все нужно нам. Вот, допустим, женщина. Когда мужчина бросает, то в результате что происходит? Мужчина бросает, у него жар в сердце возникает. Женщина бросает, у нее возникает в сердце холод. Когда вот женщина бросает, у нее возникает в сердце холод, то она не может стать близкой кому-то. Смотрите, что происходит. Она пытается сдать семью. Она красивая. К ней кто-то привлекается. Но даже если она с кем-то живет, она не может с ним близкие отношения строить. Она не может стать его родственницей. Она не может стать его женой. Почему? Потому что она руганула, бросила. Ведь наказание у мужчин и женщин по-разному происходит. Какой выход? Как избавиться от этой ситуации? Раскаяние. Вам не надо выяснять. Кто победитус, кто проигран. Я бросила, не я бросила. Если и не я бросила, я победитус. Надо просто посмотреть на свою жизнь. Если вы видите, что у вас не греется в личной жизни, что холод в сердце, вы не можете семью создать, у вас нет там тепла в сердце, это значит, что вы бросили. Не важно, кто от кого ушел. Надо после этого, значит, начать раскаиваться. И сердце потеплеет от этого раскаяния. Сердце станет теплым. А не полон. А не полон. Нет, надо может семей воткнуть как-то поселить. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что здесь не нужно оценивать ситуацию. Здесь нужно работать сердцем. Нужна молитва, нужно раскаяние. Нужна чистота в сердце. Понимаете? Люди будут бросать друг друга. Как чувствует себя возвышенный человек, да? Брошенный человек. Я уже рассказывал об этом, что он чувствует стресс в себя. Ему тяжело, ему больно. Он сдаёт экзамен перед кем? Перед Богом. Когда он сдаёт этот экзамен, что происходит? Его сердце наполняется радостью и силой. И он знает, что он теперь уже никогда не поддался на эту провокацию. Он будет близко к человеку служить, а верить будет Богом. Не надо микрофон, пожалуйста. Человек говорит не нужен микрофон. Спасибо. И от мужчины у себя жена ушла очень редко. Останет маленького ребёнка. И сейчас он уже два года встречается. Ну, как живёт с молодой девушкой. Он выполняет все русские обязанности, но не хочет больше жениться. То есть он не верит больше в семью. Хотя он замечательный муж. Он ведёт себя как муж. Она ведёт себя как жена. Что в этой ситуации? Это правильно? Ведь, как бы, девушка это не справедливо, поэтому это неправильно. С другой стороны, нехорошо давить. Посмотрите, он же не освободился ещё от тех отношений. Поэтому он не женится. У него сердце не стало свободным, понимаете? Ну, как понять? Прошло уже два года. Ну, что два года, это вообще маленький стук. То есть это сердце будет ещё очень долго? Это боль? Мы сейчас с вами оцениваем студию. Сколько стулья стоит? Мы сейчас с вами оцениваем. Я хочу, чтобы они были дорогими. Чтобы вы приложили усилия какие-то для того, чтобы изменить свою жизнь. Потому что обычно люди хотят чего от меня? Чтобы я сказал вам, да не волнуйтесь, это не долго. Всё пройдёт и всё будет хорошо. Ты не волнуйся, всё будет хорошо. Ну, это для детей. Для детей информация. А так как мы пытаемся быть взрослыми здесь, в этом сзади, то если вы хотите быть взрослым, то решается всё точно так же. Есть боль. Как она уничтожается? Наполняем водоём водичкой. Боль проходит. Почему он не может оттуда отцепиться? Потому что он чувствует боль. Спасибо большое. Для того, чтобы всё поменялось, нужно сейчас вам поменять то, что происходит в вашей жизни. Наполняйте водоёмчик потом. И боль пройдёт. Должно появиться. Да, всё. Боль пройдёт. Ночь пройдёт, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждёт. Ночь пройдёт, пройдёт пора ненастная. Солнце занятное. Но для этого нужно трудиться. Понимаете? Трудиться. Видите, все вопросы, которые задавались мне на лекции, они на что указывают? На одну вещь только. На какую? Мы не хотим трудиться. Мы хотим чего? Просто счастья и всё. Видите, вот все в этом настроении находятся. Каждый вопрос, кто задаёт, одно и то же. Всё одно и то же. Потому что, когда человек хочет трудиться, уже вопросов нет. У кого нет вопросов, поднимите? Всё, вопросов нет. Потому что уже... Вы же только что руку подняли. Вы ответили на все вопросы. Спасибо вам большое. Итак, по верности. Давайте по теме лекции ещё немножко я вам хочу скажу важных вещей. Первое. Верность – это труд. Это не то, что... А у нас нет верности в семье. Нет? А я извиняюсь, можно я продолжу? У нас верности в семье. А я не знаю. А я не знаю, что у нас нет. У нас нет вопросов. Это не так. У нас нет вопросов. Это не так. Кто где? Человек, где? Кто где? Я вспомнил детский анекдот один. Мужик стоит в этом, в том слагере. черный такой этот в крематорий в бане в крематорию и раз в крематорию туда 5 в крематорию и даже в бане уже пятый раз я, значит, изучала разные релизы и во всех я разочарована а вы, значит, ни одной не изучали? в православии я не знала, что она стала заказать вы меня слышите, нет? не, ставьте свои веры вы меня слышите сейчас? у вас есть одна особенность, вы не слышите никого, кроме себя вы сейчас меня слышите? вы уверены? я вам слушаю и вы делаете вы слушаете вы слушаете, но не слышите, моя хорошая понимаете разницу? слушать и слышать чтобы слушать, слышать человека для этого нужно аскену со своим сердцем совершить ваше сердце постоянно сомневается во всем вы согласны со мной? да вы сейчас слушаете меня? да хотите, я вам кое-что скажу важное? я нашел свою веру но если бы я пошел путем православия или путем мусульманства сейчас я бы там тоже нашел свою веру знаете почему? потому что я в результате того, что я нашел свою веру я так же потом открыл и эти веры вы понимаете о чем я говорю? я увидел чистоту этих путей так же я начал идти одним путем я не видел да вы не видите что вы как на ухо свечеете всегда видите вы только видите грязь все это сейчас почему? потому что сердце ваше отравлено грязью вы не можете услышать вы только анализируете все время сравниваете присматриваетесь придет время и вы также грязь увидите и во мне зайдете в интернет послушайте там всякие сплетни почитайте о а я иначе такой же плохой как я и говорил если что если что не от себя вы говорите о победе о победе о победе о победе иногда от себя что ты говорим но это о победе мы уже разочаровались а с чего начать с чего начать слушаем надо услышать человека понимаете услышать человека только себя слышать если честно я вам уже сказал что если б я выбрал допустим сейчас другую веру я бы тоже с удовольствием по ней прошел потому что я увидел ее чистоту а вы а вы мне говорите а я наоборот не вижу чистоты в этих верах почему вы не видите чистоты знаете почему потому что вы ее не можете видеть у вас глаза отравлены у вас взгляд не тот вы видите по другому на этот мир смотрите вот я сейчас смотрю почему я с вами начал говорить знаете Хотите, я вам расскажу историю, почему я с вами начал говорить? Потому что в прошлой жизни вы были очень искренним верующим человеком. Вы были очень простая такая и очень глубоко воспринимали истину в своем сердце. Но в какой-то момент своей жизни к вашему несчастью вас оскорбили возвышенный человек. Так как вы совершили это оскорбление, у вас в сердце появился этот вот жало, сомнение. Но так как вы уже получили вкус духовной жизни, поэтому вы мечетесь в этой жизни, мечетесь, хотите найти себе веру, а не можете, потому что жало с сомнением душит вас. И так как вы ему верите больше, чем в духовной силе и чистоте, поэтому вы мечетесь все время. Вам надо вырвать из сердца жало. Вам надо пойти вперед. Выбрать секс в эту веру и пойти вперед, не сомневаясь. И понравится, потом по другой пойдете вперед, не сомневаясь. Человек должен просто идти вперед, не сомневаясь, все. Если нет не его, он потом там же, в другом месте пойдет вперед, не сомневаясь. Здесь благополучие такой стих. Сомневаясь. Сомневаясь. «Истина порой». Не в этом мире, не в других мирах. Нас уiltам с Амшаятмену. Нет счастья у сомневающейся души. Если ты хочешь узнать истину, узнай, для этого нужно идти вперед. не сомневаться, не искать недостатки в тех, кто идёт вперёд, а идти вперёд. Понятно? Да, спасибо. Спасибо вам за вашу чистоту. Давайте по семейным отношениям. У нас тема... Можно поменять семейные отношения? Да, пожалуйста. Мы с мужем вместе уже 23 года. Да, хорошо. Всё хорошо. И надеюсь, что мы приближаемся к стадии искренне. А вы духовной практикой занимаетесь? Ну вот вторая часть у него вопроса. Поскольку я поняла, что я зелёная и мокрая, на этом он тоже. И духовной практикой не даст общись. Занимаемся. Вот у вас, естественно, такой вопрос. Мы отжимаем часть предыдущего благочестивого карма, или всё-таки есть надежда, что мы вместе садимся в следующую жизнь? Нет. Вы подоживаете прошлой жизни благочестивого карма. Прошлые жизни шли возвышенным путём чистым светом. У вас сердце чистое и светлое. Это в этой жизни осталось. Но эту жизнь вы проживаете зря. Просто наслаждаетесь ей всё. Вы не хотите служить Богу пока? Мы больше духовной практикой занимаемся. Да. А вы как считаете? Ну, а что? Ну, а что? Чем же вы меня спрашиваете? Нет. Что это значит? Нет. Видите, как нам хочется увернуть это всё? С одной стороны. Так устроено человеческое сердце. Человеческое сердце хочет наслаждаться только жизнью. Она не хочет трудиться над собой. И надо победить в нём эту силу. Победить. Надо заставить его трудиться. Душа обязана трудиться. День и ночь. День и ночь. Держи, индейден, в чёрном телье. Понимаете, то есть надо понять вот эту вот систему, что человек побеждает сам свою судьбу с помощью правильной направленности своего сердца, даже хорошего сердца, даже когда сердце сильное, чистое, благородное, как у вас. Я вам очень благодарен вообще, что вы пришли на эту беседу. Вообще благодарен, потому что у вас чистое, сильное сердце. Когда такое сердце смотришь, видишь, думаешь, господи, какие люди бывают хорошие. Вот, вы не согласны, да, с этим? Ничего страшного. Я тоже бы не согласился с этим, кто бы мне так сказал. Вот, это нормально. Но даже чистое и светлое сердце нуждается в практике. Не просто жизни, простой жизни, а в практике. В том, чтобы дальше идти вперед. Этого не должно. На том, чтобы мне стало хорошо, не должно заканчиваться все. Не ради того, чтобы просто было хорошо, мы здесь живем, понимаете? Абий Геннадьевич, а можно вопрос по другую тему немножко? По данным специально отметились, кому-то становится. То есть, по всему мнению, это была стерекция. Особенно интересует, как надо с раннего возраста ребенка любить правильные вещи, чтобы с одной стороны выстроить с ним правильные отношения, как мать с ребенком, а с другой стороны, чтобы он был счастлив и, как бы, на здоровье судьбы, чтобы он пошел этим путем, а на тем, что она является, как бы, в обществе. Где? Где человека? Я не вижу, кто он был. Я, я, я. Все. Хорошо, слушайте внимательно. В этом мире все просто. Мы сами все усложняем. Веды говорят точно так же, как птица, когда ребенок, когда птичек выпадает из гнезда, она назад его вот так руками делает. Так и человек должен давать своему ребенку возможность жить. Но при этом, когда опасность, предостерегать от этой опасности его своей внутренней силой, например, ребенок пошел в наркотики, значит, надо это рубануть, не давать возможности ему туда идти. Но когда мы можем рубануть? Когда у нас достаточно глубокая семья. Если у нас нет силы, мы не сможем ничего с ребенком сделать, то он вообще из дома уйдет. Его в доме должно что-то держать. А что его в доме может держать? Только чистота вашего сердца. Больше ничего. Поэтому, если говорить о воспитании ребенка, то оно начинается с вашей внутренней жизни. Оно не начинается с того, что вы что-то с ребенком делаете. Потому что причина, почему родители что-то вообще со своим ребенком делают, причина только одна. Они хотят наслаждаться его жизнью. Все, больше нет причин. Как и от наслаждаться его жизнью, его судьбой. Все. Но там нет наслаждения в его судьбе. В его судьбе столько же трудностей и тяжести, сколько в вашей. И вам предстоит эти горькие пилюли еще хлебать, не совы. Поэтому, первое, что нужно понять, живите честно перед Богом сами. Создайте среду, в которой ребенок почувствует счастье, вкус. Этот вкус будет его держать рядом с вами в своем сердце. Что такое воспитание детей? Большинство людей не способны сейчас воспитывать детей. Потому что воспитание детей, смотрите, три стадии. Первая стадия. Мой ребенок меня не слушает сад. Почему он меня не слушает сад? Потому что его сердце не видит примеров. Не видит примеров. Мы живем просто обычной жизнью. Мы подвиг не совершаем внутри в сердце. Мы не молимся, мы не поклоняемся святости. Духовную музыку не слушаем. Ребенок не видит примеров, поэтому он не слушается. Дальше мы начали жить правильно. Ребенок не слушался. Что с ним происходит? Он уже научился не слушаться. Поэтому он живет опять по-своему. Живет свою жизнь. Не доверяет. Ждет. Ждет. Вторая стадия ожидания. Потом вы продолжаете заниматься духовной практикой. Ваше сердце вам точно правильно стало заточено. Что значит правильно заточено? Это значит, что вы начали к ребенку относиться как к личности. До этого вы относились к нему как к объекту своего счастья. Означает, у вас есть какая-то картинка счастья, программа счастья. И вы его в эту программу счастья все время направляли. Будешь учиться здесь, будешь делать то, будешь делать все. Будешь делать жить как надо. Как надо означает по моей программе счастья. Вы ребенка еще пока не видели вообще. Чтобы увидеть человека, для этого надо наполнить озерцем немножко свое. Мы не только ребенков не видим, мы и друг друга не видим по факту. Мы даже не знаем, с кем живем. Мы не знаем сердца близкого человека. И иногда приходится рассказывать о сердце близкого человека вам. Почему? Потому что вы сами не видите, приходится рассказывать. Вот вчера девушка спросила про мать. Я рассказал про сердце близкого человека. Она узнала кое-что о своей матери. А до этого она не догадывалась. Тихо, слушающий про воспитание детей. Итак, когда ребенок чувствует, что его сердце открылось, что родители начали понимать его как личность, с этого момента сразу же ушки начинают слушать. Когда ребенок видит, что он стал личностью, что родителям интересна его судьба, его жизнь, не то, что они из него хотят сделать, а он уже стал интересен. Это только от духовной силы бывает, потому что мы никогда друг другу не интересны. Мы интересны только самому себе. С этого момента ребенок начинает прислушиваться. Но когда ребенок начинает прислушиваться, то с этого момента родители должны не эксплуатировать это чувство. Потому что люди в страсти, как только ребенок начал слушать, они ему столько налепят туда. Вот точно так же, как рыбка плывет вперед, я разок это заметил, разок заметил, как это действует. Я гулял под Москвой до Вельки, такая река, мало людей, и там утка плавает с утятами. Я стоял, наблюдал за ними. Куда утка плывет, куда и утята. И разок была такая ситуация, утка меня заметила. И она так резко, так... Не думая об утятах, просто дернула в определенном направлении. И утята с огромной скоростью потом устремились за ней, догнали ее через некоторое время. Понимаете, когда опасность, человек просто включает внутреннюю жизнь, внутреннюю молитву. Он сам и движется вперед. Детишки потом догонят. Поймите такую вещь, что куда рыбка плывет, туда и мальчики плывут. Это всегда так действует, это закон. Если вы говорите, мой ребенок поплыл никуда, значит, вы тоже никуда плывете. Это закон. Но признаться в себе этому больно. Никогда мальчики не могут плыть в другом направлении, они плывут туда же, кто родители, потому что у мальков нет разума. Смотрите, разум сам создает себе среду. У детей до 25 лет у человека нет силы создавать свою среду. О чем я сейчас говорю, сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, вы пробовали вставать рано утром в одиночку, что все спят. Что происходит? Рубит вот так. Я опять назвал. Почему срубила? Потому что среда создана не тобой. Это коллективная деятельность разумов многих людей. Но когда человек становится сильным, вот допустим, меня не рубит, я встаю утром, кто бы ни спал вокруг, хоть все спят, хоть весь зал будет встать, я буду молиться. И потом весь зал начнет просыпаться. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что ребенок, он находится под влиянием среды. Он не может сам что-то создать. Его разум очень слаб. Поэтому куда рыбка плывет, туда и малек. Поплывите куда надо, малек сам потом приплывет со временем. Он не сможет оторваться. Он приплывет. Надо подождать. Но утка даже не ждала. Она знала, что приплывут. Она как колбанула туда просто. И чешет, и чешет. И они такие, ну как пошли в два раза быстрее. Ее такие шуруют этими плавниками. Аж вылетают козлоды такие. И догнали. Чуть ли не по воде бегут. Так работает природа. Так Веда объясняет. Как надо воспитывать детей. Кто шлепнет, и кто хлопнет. Кто шмякнет, и кто брякнет. Понимаете, как раз идея в чем заключается? В том, что ребенку много не надо. Люди часто думают, что это система воспитания. Ну да на уши ему там что-то класть. Чем-то его занять. Есть несколько вещей, которые нужно знать для воспитания детей. Первое. Слушать начал. Начал слушать, прислушиваться. Кружка сын к отцу пришел и спросил от Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Прислушиваться начал, это значит, что мы идем правильной дорогой уже. Мы присоздали правильную атмосферу в себе, ребенок начал слушать. Атмосфера правильная означает, что есть отношения между мужем и женой. Какие отношения? Их сексуальное отношение, сердечное. Ребенок держит шалашики между папой и мамой. Крыша, когда крыша в шалашике хорошая, тогда ребенок чувствует себя защищенно. Его сердце раскрывается, ушки раскрываются. Он начинает слушать, слушать, слушаться. Это деятельность разума, слушать, слушаться, послушник. Понятно, да? Папа нет в семье, ничего страшного, это нормально. Женщина, у которой нет папы в семье, она находит все духовное общение. В духовном общении много мужчин есть, которые могут позаботиться. Люди в страсте живут в одиночку, как одинокие волки. Люди в благости, они объединяются в общение, в отношениях, которых много вокруг людей. И тогда отсутствие папы никак не влияет.